Итак, женщины стремятся к гармонии. Они хотят нежности, красоты, доброты. Они очень чувствительны по природе. Одна женщина подошла ко мне недавно и говорит, Олег Геннадьевич, я очень беспокойный. Что мне делать, чтобы не перестать быть такой беспокойный? Я постоянно все меня волнует, раздражает. Я не могу как бы пречься, все беспокоит. Я говорю, вам надо родиться в мужском теле. В женском теле не бывает так, чтобы меня не беспокоило. Женский ум очень чувствительный. Он шесть раз чувствительнее, чем мужской. И это нужно для гармонии. Поэтому женщины стремятся к гармонии. Женщина Богом наделена чистотой. Она сердцем понимает, как правильно. И поэтому она всех близких всегда обучает и воспитывает. Одна женщина ко мне подошла и говорит, Олег Геннадьевич, я постоянно обучаю всех своих мужа, детей, мне уже надоело, я не хочу их обучать, но не могу не обучать. Я говорю, вы обучаете их, потому что вы женщины. Женщина всех обучает, потому что такова ее природа. Она хочет, чтобы все было правильно. И если люди не подчиняются этому, они создают хаос. Поэтому женщина в семье всегда будет всех обучать. И также женщина, ее психика направлена на мужа и детей, сфокусирована на их жизни. Женщина так устроена, что она испытывает счастье не от своей жизни, а от их жизни. И ее психика испытывает счастье от жизни тех, кого она любит. Поэтому она постоянно будет следить за их жизнью. Вот где бы я ни был, мне мама звонит Олег. Ты тепло одеваешься? Я говорю, мама, тепло. Мне уже 52 года. Тебя хорошо кормят? Хорошо. То есть она помнит, как я был маленьким совсем. И когда мне было там 4 года, жизнь была очень тяжелая. Она в одних стуфельках ходила в 40 градусов на работу. И она работала поваром. И она воровала там пищу, потому что от зарплаты не хватало, чтобы просто даже продукты покупать. И она поэтому как-то... Потому что эта память осталась. Любовь, она действует как бы вот таким образом в жизни всегда, что человек помнит вот это все, то, что было раньше в своей памяти. Поэтому беспокоится об этом. Так устроена женская природа. И когда, допустим, мать спрашивает, ребенок, сын должен терпеть. Потому что женщина так устроена, что она живет не своим счастьем, а счастьем своих близких. И это иногда бывает как насилие выглядит, но нужно терпеть. В этом заключается уважение к женской природе, терпеть вот это насилие, что постоянно женщина контролирует твою жизнь. Так же жена тоже будет контролировать жизнь. Но женщина должна терпеть свое желание контролировать. она не должна его распускать. Иначе это становится невыносимо для тех, кто живет рядом. Все равно, дорогие женщины, мы не сможем быть такими, как вы хотите. Потому что таким может быть только Бог. Ни один человек не сможет быть таким, как хочет женщина. Потому что женщина, она все пытается сделать божественным. Она пытается приблизить к Богу поведение мужа, детей. То есть это бесконечное желание правильности и чистоты ее сердца. Оно никогда не закончится, и никогда люди не станут таким. Поэтому женщина должна быть снисходительна. Она должна понимать, что ее желание сделать все правильно, оно бесконечно по природе. Ей нужно давать возможность близким ошибаться. Допустим, жена меня выключала свет, выключать свет в ванной учила два месяца. Я ей говорю, пожалуйста, будь снисходительна. Но у женщины, как бы, психика, она работает как акции. Вот она, допустим, узнала, что свет надо выключать, потому что это энергия Бога. Если энергию Бога расходовать, значит, будет расходоваться твоя энергия. Ну, то есть она услышала какую-то лекцию. Слава Богу, я об этом не говорил. Какую-то другую лекцию услышала. И все, началась акция. У женщин всегда так. Она вдохновится чем-то и дальше начинает мучить родственников. Вот. То есть началась акция по экономии света в ванной. Понимаете, это настолько важно. То есть я прихожу, у меня нет более важных дел, чем свет в ванной. Понимаете? Спасибо.